В Доме культуры железнодорожников составилось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования Белорусского Республиканского Союза Молодежи. За нашими плечами масса интересных мероприятий, творческих проектов, молодежных инициатив, которые мы помогли реализовать. И сегодня тысячи молодых сердец бьются в унисон с нашей организацией. И таким образом сегодня мы тоже хотим и наградить лучших, тех, кто сегодня строит нашу организацию, тех, кто сегодня работает вместе с нами, отдыхает вместе с нами. И, конечно же, тех руководителей, тех заместителей директоров по идеологической работе, которые помогают нам и позволяют нам, молодежи, чувствовать себя по-настоящему значимыми, что мы, конечно, еще молодые, но перспективные, и все у нас впереди, и у нас, и у нашей организации. В принципе, мы очень много провели мероприятий, которые были связаны с 20-летним юбилеем. То есть мы в протяжении всего года готовились к этому празднику. У нас прошел и водно-спортивный туристический слет-фестиваль, где мы занимались творчеством. У нас прошли много волонтерских мероприятий, добровольческих мероприятий. Мы посещали и дом-интернат для престарелых и инвалидов. Мы играли с детками, оставшихся без опечения родителей. Также мы делали хорошие дела. Мы убирали в парках, у нас были трудовые акции. То есть мы проводили творческие вечера, интеллектуальные вечера, открытые диалоги. И все это было посвящено 20-летнему юбилею нашей организации. И вот сегодня таким большим концертом, большим праздником мы решили завершить череду этих мероприятий. Хотя, наверное, завершить это неправильно. На протяжении всего года у нас еще будут продолжаться мероприятия, связанные с 20-летним юбилеем. Поэтому мы всех приглашаем. Приехал в ДКЖ и председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко. У меня отец в Лезна был первым секретарем райкома комсомола. И, наверное, первые воспоминания, вот именно, что такое комсомол и как отложились в детской памяти, это игра за орницын прежде всего. Участие массовое, интересное. Это делали, скажу откровенно, и уху потом, и разговоры, как двигаться, в каком направлении, все остальное. Ну и действительно вот эти песни, именно комсомольские, в память отложились. И, наверное, это как, скажем, через всю дальнейшую молодость, и, наверное, сейчас уже в зрелом возрасте, они звучат так. Наверное, все их помнят и знают. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песни, что придумали, до конца допеть. Со сцены Игорь Владимирович поздравил с этой важной датой всех присутствующих и наградил грамотами Марии Шматовой, первого секретаря Оршанского РК БРСМ и представителей предприятий Организации Оршанского региона, которые наиболее активно поддерживают все молодежные инициативы. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поздравить всех тех, кто неравнодушен к нашей организации, к БРСМ, всех тех, у кого в сердце находится наш молодежный коллектив, наш БРСМ, пожелать творческих успехов, энергии, дальше больше, все впереди. Наша молодежь – это наше будущее, это действительно так. И очень многое зависит от того, как мы ее вовлекаем в хорошие, я имею в виду, добрые дела, чем они занимаются, чем дышат. Все это требует, конечно, определенной направленности. Я желаю молодежи, конечно, чтобы она дерзала, могла, у нее огромнейший потенциал. У нас очень много хороших дел делается в Оршанском регионе, как и в целом по Республике Беларусь. Поэтому приложить себя, свои руки, ум, знания, свою направленность, скажем, профориентацию, всегда можно, и достичь хороших результатов, прежде всего, именно в этих направлениях. Поэтому дерзать и побеждать.